Переведено и озвучено каналом Аль-Иртисам. Мир вами, милость Аллаха. Дорогие братья, первым звеном в цепи строения убеждения мы начнем с утверждения существования Всевышнего Аллаха. Это основа, на которую опирается всякая вещь. Следующий истинный мусульманин может сказать, «Я верю в существование Аллаха, значит, эта лекция не для меня». На самом деле, братья мои, даже глубоко верующий в существование Аллаха человек нуждается в этих лекциях. Почему? Я приведу вам шесть важных польс этого. Укрепление фундамента, улучшение мнения об Аллахе, образование защиты, стойкость и помощь в укреплении других, осознание милости и возрождение могущества. Первая польза, братья мои, это укрепление фундамента. Убеждение имеет не одну, а много разных степеней. Как это? Разве человек либо подтверждает истину, либо сомневается в ней, либо отвергает ее? А разве убежденность не бывает решительной, с которой не смешано никакое сомнение? Конечно. Однако это подтверждение истины, в свою очередь, имеет разные степени. Когда вы подтверждаете истинность существования Аллаха с такой решительностью и уверенностью, с которой не смешаны сомнения, то вы перешли необходимую черту, то есть избавились от тяги сомнений и колебаний. Однако после этого люди отличаются друг от друга в своем устремлении. Зайди в сад и посмотри на деревья. Все это живые деревья, которые стоят на своих стволах. Верно. Но одинаково ли они все? Нет. Вы можете увидеть одно дерево, корни которого растут близко к поверхности земли, и которое легко можно вырвать с корнями. В то же время можно найти другое дерево, корни которого растут глубоко под землю. Можно найти и такое дерево, корни которого растут еще глубже и гуще, что ни при каких обстоятельствах его невозможно вырвать с корнями. Его можно срезать, но вырвать с корнями невозможно. Таково положение убеждения в сердцах. Возможно такое, что в определенной группе каждый мусульманин обладает живой убежденностью, подобно этим живым деревьям. Но они сильно отличаются друг от друга в стойкости. Например, когда подвергнутся смуте, подобно тому, как эти деревья никогда не дадут одинаковые плоды. Некоторые из деревьев могут быть полезными только самим себе, а некоторые из них дают людям свои плоды. И люди могут отдохнуть в их тени. И также и убеждения. Поэтому даже обладающий убежденностью нуждается в орошении дерева своего убеждения, чтобы оно не высохло и не погибло, а напротив, свело, давало плоды, приносило пользу и пускало свои корни глубже. К самому важному способу его орошения относится размышление, к которому наш Господь побуждает своими словами. И они размышляют. К самому лучшему размышлению относится размышление над доводами существования Аллаха, всемогущего и велик. Аллах увеличивает приверженность прямому пути тех, кто следует прямым путем. Ибрагим, мир ему, постиг разницу степеней убеждения. Хотя он был очень силен в своем убеждении, тем не менее он пожелал постичь наивысшую его степень. Вот сказал Ибрагим, «Господи, покажи мне, как ты оживляешь покойников». Он сказал, «Разве ты не веруешь?» Он сказал, «Конечно». То есть, у меня есть вера и убеждения, в которых нет никаких сомнений. Но я хочу, чтобы мое сердце успокоилось. Ибн Ашур в своем тавсире сказал, «Чтобы мое сердце успокоилось, означает, чтобы мое знание утвердилось и осуществилось, и перешло от разбора мыслей и исследования в более простую форму, посредством убежденности видения и познания известной вещи настолько хорошо, чтобы она не нуждалась в подтверждении доводами и в отношении сомнений от разума». То есть, как будто Ибрагим, мир ему говорит, «Я хочу прояснить эту основу, сущность воскрешения после смерти. Хочу прояснить ее хорошо, чтобы опираться на нее и насладиться ободряющим убеждением и не нуждаться в исследовании этого вопроса, в подтверждении его доводами и в ответах на возникающие вопросы». Наш цикл передач также предусмотрен для получения наслаждения от ободряющего убеждения и спокойствия сердца. Вторая польза – улучшение мнения об Аллахе. Наш путь в получении доводов, подтверждающих существование Всевышнего Аллаха, не является просто сухим привидением аргументов. Напротив, дополнительной целью углубления убежденности в его существовании является укрепление любви ко Всевышнему Аллаху, убежденности в его справедливости, мудрости и милости. Каждый раз, когда вы посмотрите на доводы существования Аллаха, а затем доводы правильности его религии, ваша убежденность в его милости будет увеличиваться, причист он. Ибо он создал все эти признаки, его существования. И вы скажете про себя, «Господи, ведь ты создал все эти признаки и все доводы. Господи, как же ты милостив в отношении к своим рабам». Увеличится и ваша убежденность в справедливости Всевышнего Аллаха. Ведь он подвергает наказанию лишь тех людей, которые не уверовали в него после всего этого. И вы будете точно знать, что у людей нет никакого аргумента против Аллаха после всего этого, и нет никакого оправдания. Существуют мусульмане, которые истинно убеждены в существовании Аллаха. Однако они испытывают некоторые сомнения в данном вопросе. Подсознательно они задаются вопросом о том, почему наказывают неверующего, который не согласен с существованием Аллаха и с правильностью Ислама. Такие сомнения приводят раба, убежденного в существовании Аллаха, к плохому мнению о милости и справедливости Аллаха. Вера в Аллаха, братья мои, состоит из подтверждения истинности, деяний сердца, деяний языка, то есть слов и деяний органами тела. Подтверждение истинности, как мы сказали, не имеет одну лишь степень и нуждается в утверждении, закреплении и орошении посредством размышления над доводами его существования. Причистун. Деяние сердец – это любовь к Аллаху, убежденность в его справедливости, хорошее мнение о его мудрости и милости, которые также нуждаются в размышлении над доводами существования Аллаха. Причистун. Если вы подтверждаете истину, но деяния сердца запутаны, мнение об Аллахе не совсем хорошее, и в сердце есть тревога, то свет подтверждения истины остается за завесой. Поэтому убежденность, о которой мы говорим, имеет два вида. Убежденность в существовании Аллаха и убежденность в том, что доводы существования Аллаха являются достаточными, исцеляющими, ясными, обязательными, и посредством них устанавливается довод против всех людей. Третья польза – это образование защиты. Убежденность в том понимании, которое мы разъяснили, – это ваша сила, которой вы отталкиваете абсолютно все. Это движущий фактор в зависимости от силы, которой вы продвигаетесь вперед, и можете достигнуть новые горизонты и покорить вершины гор. Каждый раз, когда вы хорошо проясните вопрос убеждения, то перед вами будут только деяния и проявления усердия на пути в рай. Также вам останется приложить все свои возможности, которыми вы запаслись в служении религии Аллаха. В стойком следовании этому делу и призыви к нему с решительностью, стойкостью и настойчивостью. Каждый раз, когда вы будете орошать религию, ваша активность возобновится и исчезнет вялость. Поэтому в первую очередь стремитесь к качеству, которым Аллах описал богобоязненных людей в своей священной книге в начале суры Корова, которые веруют в сокровенное. Которые веруют в сокровенное – это и есть движущий фактор для всего. При этом, если в корнях веры есть какой-либо недостаток, то это непременно отразится на плодах. Четвертая польза, братья мои – стойкость и помощь в укреплении других. Мы живем во время смут. Сколько же людей эта смута лишила их веры? Мусульманин обязан оберегать себя и пустить корни своего убеждения поглубже в землю, чтобы устоять перед бурями смут и укрепить тех, кто находится вокруг него. Давайте вместе поразмыслим над высказыванием Ибн Таймии «Да помилует его Аллах». Все люди, принявшие ислам после неверия или рожденные в исламе, которые соблюдают его шариат и относятся к числу повинующихся Аллаху и его посланнику, являются мусульманами и обладают общей верой. Однако вселение настоящей веры в их сердца происходит постепенно, и только если Аллах им ее дарует. Однако многие люди не достигают убежденности и не присоединяются к джигаду. И если им посеять сомнения, то они сомневаются. А если им повелевают выйти на джигад, то они не выходят. Они не относятся ни к неверующим, ни к лицемерам. Однако они не обладают знанием сердца, его познанием и убежденностью, которые отводят от них сомнения. Таким образом, подобные люди обладают общей верой, но она не поселилась глубоко в их сердцах, и они находятся в опасном положении. Даже если ты, брат мой, доволен своей убежденностью, то каково положение твоих детей? Можешь ли ты помочь им достичь убежденности? Каково положение твоей семьи, твоих любимых людей и твоего окружения? Ведь мы живем во времена идеологической войны, которая бьет по основам и корням для того, чтобы мусульмане усомнились в своем Господе Всемогущий и Велик. Мы начали много слышать о людях, которые стали жаловаться на то, что их дети, братья и близкие попали под влияние этих сомнений. Можете ли вы смириться с тем, что любимый вами человек умрет в неверии или с сомнениями? Всевышний Аллах сказал, «Мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по нашему повелению прямым путем, поскольку они были терпеливы и убежденно верили в наши знамения. Посредством возвышения в степенях убежденности вы становитесь достойны того, чтобы быть предводителями, посредством которых Аллах оказывает помощь религии. Вам могут задать сомнительный вопрос относительно существования Аллаха, например, ищущий ответы или желающий вселить в вас сомнения относительно вашей религии, который хочет поставить вас в тупик. Существует разница между замыканием в себе или убеганием от ответа, или дачей ответа поверхностно и с нетерпимостью, из-за чего сеющий сомнения обрадуется и одержит воображаемую победу над твоей религией посредством тебя, и напротив, между твоим убедительным ответом, который обуздает отвернувшегося от истины, направит на верный путь оказавшегося на распутии и исцелит сердца. Поэтому засучи рукава, иди вперед и будь с нами. Пятая польза вам как мусульманину. Повторение доводов существования Всевышнего Аллаха позволит осознать милость, которую Аллах оказал вам, и вы увидите огромную разницу между верующим в существование Аллаха и тем, кто отрицает Его. Ты почувствуешь, как никогда раньше многие аяты неравны слепой и зрячий, мрак и свет, тень и зной, неравны живые и мертвые. Ты поймешь всю глубину значения слов Всевышнего Аллаха. Разве ты не видел тех, которые припираются относительно знамения Аллаха? До чего же они отвращены от истины? Вы поймете это и увидите природу отрицания Аллаха, как она бросает человека в отдаленное место, и это увеличит вам приверженность к религии и присоединение к ней, а также понимание милости, которую Аллах оказал вам. Ибн Таймея упомянул в книге Минхаджа Сунна, что Амар Абнуль Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал, «Устои ислама будут рушиться один за другим, если в исламе вырастут люди, которые не знают о джагилии». Верно, потому что такие люди не понимают величия такого блага, как ислам. Остается маленькое расстояние в их нахождении между истиной и ложью, и верфь их устоев ислама очень легко может оборваться, и они могут упасть в ущелье сомнений и упущений. Шестая польза – это возрождение величия. Наряду с размышлением над доводами существования Аллаха, вы будете ощущать величие, гармонию с собой, выявлять обряды, символы своей религии и призывать к ним, потому что вы начнете понимать, что следуете очевидной истине, и что то, что вы выявляете, к чему призываете, и в чем допускают упущения другие люди, обряды религии, призыв, повеление одобряемого и запрещение предосудительного, в своей основе опираются на наивеличайшую и наивысшую истину, в истинности которой не возникают сомнения даже на миг. Тебе не нужно быть мягким в выявлении ислама или скрывать черты своей исламской сущности, чтобы люди приняли тебя. Тебе, сестра, не нужно быть мягкой в отношении своего хиджаба и в своем поведении, чтобы люди принимали тебя. Не чувствуйте себя чуждыми. Даже если вы плывете против течения, чувствуйте себя главными, поскольку именно вы следуете этой истине. Язык вашего положения говорит за себя. Разве вы не видите то, что вижу я? Разве вы не видите солнце посреди ясного дня? Я человек, братья мои. И каждый раз, когда я смотрю на доводы существования Аллаха, я ощущаю это величие, эту гармонию и это желание указать людям на повиновение своему Господу Всемогущему и Велик. По всем упомянутым причинам данные уроки, в которых мы будем разбирать доводы существования Всевышнего Аллаха, будут полезными и значимыми не только для сомневающихся и отрицающих истину, ищущих правду, но и для каждого мусульманина. Чтобы вы укрепили свой фундамент, улучшили свое мнение о Господе, усилили защиту, укрепились сами и укрепляли других, поняли милость, которую Аллах вам оказал, и оживили величие в своем сердце с позволения Аллаха. На следующей передаче «С позволения Аллаха» мы с вами начнем говорить о естественных доводах существования Аллаха при чистом и возвышен. Мир вам и милость Аллаха.